В этом видео мы рассмотрим создание посадочного места для этой микросхемы. Оно будет интересно тем, что имеет несимметричное положение площадок различного размера. Также здесь указаны размеры для трафарета для нанесения паяльной пасты. Эти рекомендации мы тоже будем следовать и учтем при создании. Начнем с создания компонента. Миллиметры. Прямоугольник. Укажем его максимальный размер из дата-шита. Высота 2,9. Расположение первого вывода слева внизу. Ок. Создадим в начале площадку для регулярных выводов. Маска плюс 0,7. Паста минус 0,25. Добавили. Теперь создадим площадку для угловых выводов. Я уже внес значение. Тут работает следующая опция, что если у нас покрытие пасты составляет меньше 70% площадки, то происходит разбитие окон трафарета. Сейчас посмотрим, что из себя представляет. Будет 4 окна в трафарете. Можно эту опцию отключить. Ок. Добавили площадку. Теперь площадка для первого вывода. Положение. То, что нужно. Добавляем. Посмотрим на топ. Ок. Теперь одна из внутренних площадок. У нее сделан заход в маске на контактную площадку, чтобы закрыть переходные отверстия. А для того, чтобы создать информацию для слоя пасты, мы просто вводим величину покрытия, и он автоматом рассчитывает отступ. Получаем два окна. То, что нам и надо. Их размеры расходятся с теми, что указаны в даташите, но нас устраивают. Добавили все остальные контактные площадки. Переходим к их расположению. У нас в даташите указаны расстояния между серединами угловых площадок, поэтому мы можем использовать следующий прием. Выбираем пасттек для первого вывода. Нажимаем на Y. Указываем расстояние между площадками. По X. По Y. И нажимаем, где ее расположить. Добавить. Вот у нас появился первый вывод. Также поступим и с остальными тремя. Выбираем пасттек. Нажимаем правый нижний угол. Номер у нас уже будет 11 у нее. Добавить. 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 Потом 19-й. Добавить. Добавить. И 29-й. Хорошо. Теперь перейдем к размещению основных сигнальных площадок. У нас в ДТ-шите указано расстояние между ними. Шаг 0,9 мм. И мы начнем с верхних и нижних строк. Между ними в ДТ-шите у нас указана величина в 8,85 мм. Вносим их в таблицу. Количество в строке. 9 штук их. Шаг. Исправим вот этот момент. Укажем. Питч. 0,9 мм. Номерация будет начинаться с левого нижнего края. Это будет вывод номер 2. Добавляем. То, что нужно. То же самое повторяем с верхней строкой. Номерация будет с правого верхнего угла продолжаться. Это будет вывод номер 20. Хорошо. Теперь точно так же столбцы. Шаг 0,9 мм. Расстояние. 10,85 мм. 7 выводов. Начнем с правого. Номерация там начинается с 12 вывода. Добавляем. Так. Надо откатиться. Добавить поворот. Так. Готово. Теперь нам осталось расположить внутренние площадки. Их координаты указаны относительно первого вывода. На чертеже. Нам будет удобно задать временно начал координат в первом выводе. Находим. Пад. Готово. После этого можно располагать. Теперь нам осталось вернуть в середину начал координат. И подредактировать графику. Номер. Падаем. Пошвен. И еще раз. И еще раз. После незначительной коррекции и добавления в библиотеку мое посадочное место будет иметь следующий вид. Продолжение следует...